возможно ли вообще освободиться от тех стереотипов сознания, от тех вот твердынях, которые нам заложили кто-то когда-то. И кто их может закладывать? Никто. Самые близкие, окружающие. Кто имеет на нас влияние. Школа, преподаватели. Школа, да. Учитель, тренер. Университеты, тренировки. Это с детства, да, возьмем. Люди, которые нас окружают и которые являются нашими наставниками. Да, и я бы хотела сегодня поговорить о том, что все-таки у Иисуса есть выход для каждого такого человека, чье детство может быть прошло в каком-то внутреннем замыкании, закрытии страхи, неуверенности в себе, да, и мы вырастаем уже взрослым и вроде как бы своим разумом все это понимаем, но духи, внутри, да, наши переживания очень-очень сильно влияют на наши перемещения даже, да, какие-то решения и поступки. Я вот всегда помню, что для меня был огромный страх войти в какой-то кабинет и попросить какую-то подпись или там печать, вот как власть имеющая, да, люди, которые отвечают. И мне казалось, на самом деле, когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что эти люди, они слуги для народа, на самом деле, да, а для тебя это казалось, что просто если на тебя там гаркнут или что-то скажут, то есть как бы я себя не настраивала внешне, да, я понимала, что если сейчас мне откажут, я просто упаду и умру на месте. Мне казалось, что такой ужас для меня. Хотя я могла себя настроить. И я однажды поняла, что... Ну вот я была таким человеком, мне казалось, что передо мной двери закрываются. То есть есть люди, перед которыми все двери открываются, их любят, их встречают, к ним благоволение. А я была из тех людей, перед которыми двери закрываются. Знаете, как вот такой прикол, когда ты подходишь, допустим, в окошечко за зарплату или там за... И перед тобой ставят табличку, да, или там закрывают окошечко, и самое вот именно перед тобой. И мне казалось, что это вот прям катастрофа. Ну хотя это было до того, как я пришла в церковь, познакомилась с Иисусом, да. Но вот после того, как я с этим сражалась, очень долго, достаточно мне казалось. Но я знаю прекрасно то, что Господь помощник нам в наших бедах, и Он знает, как нас освободить от этих вещей, чтобы мы были внутри свободны. И у меня есть там, наверное, потрясающий путь такой, вот именно в таких моментах внутренних. Вот расскажи, почему перед тобой, вот как ты считаешь, ты причину какую-то нашла, почему перед тобой... Закрывались. Вот такое тотальное невезение. Да, я помню, потому что когда я уже пошла в церковь, и со мной удачили происходить какие-то вещи, я уже более наблюдательно, может, к себе относилась, может, потому что была уже повзрослее, я у Бога спрашиваю, что со мной не так, что у меня лицо не такое, не улыбаюсь, я там как-то не так, или почему люди... Меня как будто бы не было. То есть такое ощущение, что я как пустое место, или там... Ну, я не знаю. То есть мне казалось, что меня не замечают, что меня нет просто, да. И, конечно, там очень глобальные вещи, со всех сторон Господь меня исцелял, но я бы хотела вернуться вот в детство, да, и проанализировать. То есть вот в своей жизни я была достаточно таким стеснительным человеком. Это было со школы. И я не помню, как это началось, да, с какого момента, с какого детства именно там, своего возраста, да, но я помню, что всегда мне было очень стыдно поднять руку. То есть я могла знать ответ. Но такой страх, это я уже когда, конечно, взрослая анализировала, как будто я боялась ошибиться, что я неправильно как-то скажу, и почему, я не знаю, то ли будут на меня ругаться, кричать учители, или там будут смеяться, даже сейчас не вспомню конкретно, но страх перед ошибкой всегда присутствовал. То есть меня спрашивали, я отвечала, не спрашивали, я вот так вот и просидела все годы, то есть для меня это было нормально. И когда там дети тянули руки, выпрыгивали почти из партии, мне казалось, это прям непостижимые какие-то вещи. И вот так тихо я и просидела. И когда уже после школы я пошла учиться дальше, и там были экзамены, и на экзаменах я хорошо отвечала. В принципе, я как бы нормально, мне казалось, получилось, но когда мне поставили, за экзамен я получила пятерку, и когда мне поставили итоговую оценку, она получилась просто удовлетворительной. И я помню, я набралась смелость, и подошла, потому что мне было так обидно, и я не могла понять, почему, и я задала вопрос. И учитель на это ответил, что неактивно себя вела в течение года. Знаете, вот на тот момент, я хорошо помню, мне было лет, наверное, ну, 16, может быть, так. Я отошла в сторону и сама себе сказала, я больше никогда учиться не пойду. Никуда. Ну, то есть вот у меня такая была... Но у Бога были свои планы. И так удивительно, что когда я пришла в церковь, я действительно не планировала никуда учиться уже больше. И, как мне кажется, совершенно случайно, я там по коридору церкви, я услышала, что сестры стояли кучкой, обсуждали, как раз поступление в институт. Я подошла, я говорю, куда собрались? Ну, и мне говорят, я говорю, я тоже хочу. Я даже сама не поняла, как эта сверхъестественная фраза выскочила у меня из моих уст. И экзамен был совершен. И я внутри четко понимала, что это Бог. Бог меня выталкивает. То есть я уже была достаточно, ну, там, несколько лет верующая, что я понимала, что так действует Господь. Он меня как будто вытолкнул. Я пришла домой, помолилась и сказала, хорошо, Господь, если это ты, я поступлю. То есть я не готовилась к экзаменам. Последний раз, там, я училась много лет назад. И как бы, думаю, если это ты, я поступлю, нет, значит, нет. И пошла, я сдала экзамен. Там было еще собеседование. И они мне так вот интересно, так спрашивают, а где вы учились? Я думаю, вспоминаю, это мне казалось, так давно было. Ну, то есть я тогда даже не понимала, почему они так спрашивают и что такое. И я поняла, что внутри за эти годы своей христианской жизни я стала другой. Что-то во мне изменилось. Ну, и, конечно, когда я поступила, я поняла, что я поступила не столько, наверное, для знаний, сколько для освобождения. Я поверила тогда, что Бог помещает именно в то место, где мы получаем свою свободу. И началось с самых первых уроков, когда пришел классный руководитель нашей группы, и он сказал, у нас вот такая форма обучения. Чем больше ты будешь кричать с места, высказывать свое мнение, ты так автоматом даже можешь поставить, ну, получить оценку за экзамен. Я думаю, все, я попала. То есть для меня это было все, катастрофа. И я помню, что вот первый, и у нас мы учились, у нас было вечернее заочное обучение, каждый месяц мы учились неделю. Мы ходили на лекции, тут же сдавали параллельно все экзамены. И для меня это вот первое было в стрессе, прямо второе в стрессе. Но я внутри, я понимала, что такое ощущение, что вот эти вот тиски сжимались, сжимались, и я начала молиться. Я говорю, Господь, зачем ты мне это сюда вот меня поместил? Ты либо меняй меня, либо что-то делай, года было, ну, я не согласна. И я прям в молитве, я молилась и получила, ну, как внутри, такую силу, какое-то освобождение, какое-то. Ну, и, соответственно, это было в духе, да, надо получить это еще в физической мире. И знаете, я реально увидела, как Господь помогает, сверхъестественно. Когда мы сели, ну, это были мои личные страхи, да, моя личная какая-то боль, внутренние переживания. И когда учитель подошел, у нас была длинная парта, и все мы должны были одно и то же готовить. И когда она спросила, кто из вас будет отвечать, я говорю, я. И для меня, мне казалось, это какой-то вот, ну, я не знаю, даже сверхъестественный поступок. Для меня, я знаю себя, да, я знаю свою жизнь. И я понимаю, что Господь просто меня выталкивает, да, чтобы я все-таки не отступила и пошла. И я вышла, было очень страшно мне, конечно. Но когда я только открыла рот, мне показалось, что у меня просто вот, ну, вот, знаете, как все потекло, уста мои говорили, а я и могла себя анализировать. Думаю, Господи, как интересно, что я говорю так много и так красиво, и так складно все, и правильно отвечаю. Ну, вот с тех пор, как бы, у меня произошло такое некое освобождение, и уже я могу много говорить, и везде говорить. Вот. Но я анализировала, я все это, конечно, вникала в себя, я понимаю, потом дети у меня, первая, вторая пошла, да, и я начала видеть свои страхи. То есть, в принципе, да, школа закончилась. Я уже закончила там колледж, институт, но когда мой ребенок старший пошел в школу, я поняла, насколько я боюсь школы. Я даже не поняла. Это позиции матери, ученической боялась. неосознанно. Я уже мама, я веду ребенка в школу. Конечно, я иду с хорошими намерениями, что мой ребенок, у него будет все гладко, но гладко не бывает, мы сталкиваемся с какими-то проблемами, и дикая боль внутри, какой-то ужас непостижимый начинает меня, взрослую женщину, как бы одолевать. Это было с первым ребенком, это было со вторым, и с третьим, и все эти, ну, пока я не освободилась, да, но я, конечно, все эти вещи анализировала, задавала себе вопросы, почему я боюсь, то есть, да, какие-то. Ну, я выросла в советское время, и я понимаю, что раньше вот эта система образования, родители боялись учителей, и медработников, то есть, ну, с тобой особо не разговаривали, ты должен был сделать вот так, вот так и вот так, и может быть, некие какие-то вещи, но за меня родители, мама за меня никогда не заступалась, если авторитет учителя, или, скажем так, такой авторитет власти, ну, просто жестко, да, на тебя давил, я не могла этому противостоять, но из-за тебя никто не заступался, и я, как ребенок, замыкалась, пряталась, уходила в себя, во мне рождались какие-то страхи, во мне рождалось неправильное поведение, как сказать, выводы, ложь, которую я делала какую-то неправильную, из-за этих поступков, и это я проносила через свою жизнь, но я, когда уже старшего ребенка повела в школу, и мы столкнулись с таким, что учительница их запугивала, что она их, то есть у нас наша школа стояла, и рядом стояла школа для детей умственно отсталых, и мы это знали, как бы дети все знали, что рядом такая школа, и учительница запугивала их тем, что вот, если вы не напишите, не сдадите, не будете учить, я вас всех отправлю туда, и ребенок мне рассказал, когда я пошла к учителю и спросила, зачем они делают такие вещи, зачем она это говорит, она сказала, что я так их стимулирую, чтобы они одумались и начали хорошо учиться, но я начала вспоминать, мне кажется, ну как ребенку все говорят, что он дурак, я не знаю, какой ребенок скажет, ну да, точно, я дурак, буду умным, давай-ка я буду учиться, мне кажется, наоборот, все становилось только хуже и хуже, и вообще я заметила, от влияния слов, поведения учителей, зависит будущее, и знаете, вот это вот давление учителей, оно шло-шло-шло, в итоге я не выдержала, где-то, по-моему, после восьмого класса, я забрала ребенка со школы, и отдала вечернюю школу, то есть последние два года начался вечерний школа, знаете, что удивительно, это была школа маленькая, ну как похоже на старый детский садик, ну когда я туда пришла, хотя эта школа считалась для детей, которых вот-вот из школ обычных выправляли за какое-то нехорошее поведение, там, не знаю, то это мамочки, которые 16 лет становились, да, мамочками девочки эти, то есть как бы для детей, которые, ну такого, да, настроя были не очень хорошего, да, вообще, жизни повседневной, но я когда зашла в школу, я удивилась, что там было настолько красиво и чисто, висели шторки, росли цветы, как в садике, и отношение учителей само было поставлено так, я не знаю, может быть, это зависит от директора школы, да, что вот она так поставила, то есть она понимает, что эти дети, они курили, они там, может быть, как-то неправильно, но они, учителя в отношении их, вели себя настолько благопристойно или как-то вот уважительно, то есть, ну курите, да, вот вам место отведенное, и дети соблюдали, эти подростки, они уходили в этот уголок специально, то есть, вот этим, само отношение взрослых людей к этим детям, их меняло, я заходила в нашу старую школу, она вся изрисована, там все что-то ободрано, вот все раскидано там, а здесь вот все было настолько чисто, стены неисписанные, то есть, ну и я удивлялась, для меня я вот делала какие-то определенные выводы, но я понимаю, что такие моменты, они очень сильно влияют, влияют, когда к детям относятся, вот я сама помню, даже я училась, нам все говорили, да вам только рукавички шить, вот эта фраза, я запомнила на всю жизнь, почему, ну то ли, это злость какая-то, ну это единственный способ, как-то обуздать их, обуздать детей, да, вот в их понимании, ну я надеюсь, что сегодня системы, ну по крайней мере, люди начинают понимать, что эти методы, они все равно продолжаются, но опять же сегодня, кто учит наших детей в школах, это учителя еще с той советской системы, как правило, это уже еще не молодые, вернее, не молодые преподаватели, да, которые в принципе действуют по старым методам. Может быть, да, но потому что сегодня я своих детей только успокаиваю дома, вы все сдадите, потому что постоянных пугают, вы не сдадите, вы ничего не сможете, вы не сдадите, вы ничего не знаете, ваши знания настолько слабы, что вы экзамен, то есть вот они приходят домой, и я вот только занимаюсь тем, что я разрушаю, вы все сдадите, вы умные, вы пришли в школу не для того, чтобы все знать, а чтобы учиться, научиться, вы не обязаны все знать, то есть вот какие-то вот такие вещи, мне сегодня уже как верующему человеку и знающему эти вещи, до открыты я способна как-то противостоять этой системе это перевесит твое влияние влияние вот этих людей я считаю что да потому что но мне приходится это делать регулярные постоянно то есть я с ними провожу детьми со своими определенные молитвы до которые вот в конце хочу одной молитвы помолиться вместе с нашими телезрителями который мне помогает да в принципе и знаете удивительные моменты когда я начала заниматься глубже с этими вещами уже как бы для детей скажем так да я в себе увидела насколько мы насколько я даже на тот момент была израненным ребенком что со мной произошло в детстве поэтому я хочу сказать что иисус любит нас всех он любит даже когда мы получаем двойки он села вас любит и что по сути по своей до двойка которая оценка это не страшно это не смертельно это лишь оценивает то что ты сделал сегодня там как бы да ты можешь все это переделать что ошибаться это нормально что не надо бояться ошибаться потому что мы все ошибаемся в разных местах но мы учимся и вообще школа она предназначена того чтобы научиться научиться всему научиться жизни каким-то вещам которые мы не знаем мы пришли туда учиться мы не можем быть идеальными все знать и поэтому это такой процесс я не знаю надо сделать как бы достаточно интересным и не боялись чтобы дети не боялись я помню меня младшая девочка она так хотела в школу глядя на старшую но когда мы ее отправили в школу она отучилась неделю бы зачем я только согласилась в эту школу ходить но скажи а как тебе получилось помимо того что вот бог я думаю поэтапно эту работу чтобы проводил да это вот он высвободил некую благодать тогда когда ты пошла в институт чтобы у тебя была способность противостать своим страхам но дальше я знаю у тебя были еще другие сражения интересны как вообще ты справилась с этим негативным влиянием уже будучи взрослым человеком воцерковленным понимающим определенные истины определенные духовные законы как ты боролась с этим вообще это труд во первых это не разовое какое-то мероприятие все свои страхи неуверенности мы познаем в действиях в делах поступка то есть когда я что-то начинаю делать я понимаю что вот это на меня влияет и мне от этого плохо вот здесь вот я боюсь да но сегодня я с богом и я научилась всегда его спрашивать я всегда стараюсь занять такое тихое место сказать иисус почему я это боюсь как мне с этим справиться что это такое почему во мне подымается такая негативная волна почему этот человек вызывает у меня много таких нехороших эмоций почему мне так сложно то есть и вот за счет этого иисус начинает говорить он возвращает я кстати рекомендую каждому человеку прорабатывать вот эти моменты быть честным сам собой если я боюсь есть ли мне плохо от какого-то отношения значит во мне есть что-то что причиняет мне эту боль то есть какая-то боль ну той маленькой девочки которая когда-то я честно я не знала откуда я боюсь с чего мы с какого момента но был такой случай в моей жизни когда я села закрыла глаза и начала разговаривать именно по учебе что вызвало вызывает у меня старых представляете я перенеслась в детство это первый или второй класс прежде всего был первый на на класс у нас была хорошая учительница потом она забеременела ушла и вместо нее пришла не очень хорошая даже не казалось очень нехорошая учительница то есть это был такой учитель который вот я была маленькая девочка боялась до ужаса она могла ударить головой об доску там по линейкой по рукам то есть вот такой человек который в принципе не знаю был допущен детям и я помню момент я вспомнил дух святой мне напомнил представитель напомнил то ту ситуацию наверное в которой вошла вот этот страх ошибиться нам задали домой сделать метр то есть может быть я не так поняла ли я дома склеила квадратный метр на метр надо было видать полоску сделать и когда я пришла у меня был такой ранец еще раньше в советское время я доставала и вот это вот то есть я вышла с доске вот с этой штукой на что она начала орать вот так вот его весь порвала короче и вот я уже там не помню какие эмоции но когда я вошла вот в это состояние с духом святым я помню что я плакала и я села за парту смотрите я поворачиваю голову вот эта парта старая советская парта со мной рядом сидит иисус и у он улыбается мне даст берет этот ранец открывает свой и достает точно такой же метр квадратный знаете у меня я получила такое колоссальное вообще внутреннее исцеление мир что он мне показывает что ну как он вместе со мной проходил всегда все вместе со мной учился просто я его не знала тогда да и вот эти все ужасы переживала в одиночестве и когда он мы вернулись туда он помог вместе он сказал что ты не ошибка и даже если ты ошибаешься я люблю тебя тоже вместе с тобой могу ошибиться быть с тобой вот в этой в твоей проблеме мы вместе оттуда выйдем ничего страшного не произошло бы я на твоей стороне и я знаю что он смотрел на меня улыбался такой мир пришел внутрь меня и когда я уже вышла из этого состояния я поняла что ну все поправимо самое главное найти бога в этих ситуациях вернуться какая страшная учительница мне кажется если бы мне во взрослом возрасте такое быстрое произошло мне тоже потом пришлось исцелять представь ребенок да я вот этот ужас я вот этот человек ребенок проносит через всю свою жизнь и страх это же неосознанно ты вроде мозгами все понимаешь но внутри живет в тебе вот что-то да что тогда испугало и зажалость что маленький ребенок он готов вообще вот это все нет взросло когда ты вырастаешь то уже понимаешь ты можешь объяснить но внутри страх продолжает жить и оставаться и ты как бы пока ты туда не вернешься пока ты там не найдешь иисуса в этом не переживешь что бог тебя любит и он с тобой рядом он все годы школьный был с тобой чтобы нет с тобой не происходило каких бы страшные истории с тобой не происходили и поэтому за свой разум за свои мозги и способность учиться надо молиться потому что бог не дал нам духа страха он дал нам здравый разум как я даю вам ум христов то есть принципе мы способны сегодня молиться за наше мышление сообразительность там памяти все 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 и конечно мы сегодня способны просить богу чтобы он убирал из нас эти страхи я детям своим периодически ну как бы пытаюсь их вот этими молитвами чтобы не было никакого страха никакого страха идти на экзамен когда нет страха но все исправимо все адекватно да только не страшных случаев когда дети просто из-за вот этих травм они жизнь самоубийством заканчивают и просто в такие депрессии впадают не способны потом больше на будущее то что по сути да сатана он пытается детей с детства разрушить уничтожить и он использует любых людей тем более таких которые имеют над нами власть да это вот родители это учитель это тренер но в родители я думаю тоже знаете мы не подарок в свое время вот я вспоминаю без бога если меня травмировала школа я буду травмировать своего ребенка в любом случае после они исцелена поэтому может быть мой первый ребенок в какой-то мере изначально пострадал и потом я начала себя корректировать а когда стала верующей я вообще вырубил для себя новую систему отношения по поводу школы чтобы они просто не боялись когда нету страха они способны исправлять двигаться дальше сегодня говорю своим детям и агро не бойтесь говорить мне о том что что-то произошло я говорю если вы ошиблись это нормально вы еще маленькие и я нужна вам для того чтобы решать ваши проблемы я прихожу и помогаю вам то есть не надо от меня что-то скрывать и бояться что я вас накажу и еще один случай хочу поделиться мы у меня дочь училась до про школу мне очень нравилась учительница их первая да от которой училась но я помню такой момент что где-то на какие-то негативные такие оценочки получила и когда разговаривал с учителем она не склону вы ну как бы напугайте ее своим состоянием что вам это вас не устраивает там как бы типа вот обидеть на нее или что ну что-то такое поведение и мне так поднялась волна негатива и я понимаю что они хотят как бы ну наверно пытаться ребенка как это простимулировать что ли я вспомнила что вот эти вещи это называется психологическое рабство душевное рабство когда мама лицом своим недовольство показывает полос манипуляция я сама выросла в этом и я с таким ужасом это как бы у меня я не буду ребенка запугивать своим выражением лица что я так вот настолько тогда не разговаривали как-то или заболела что мне там голова заболела того что она плохо стала там учиться или еще что-то я стараюсь не страшно что получила двойку давай найдем выход может быть надо дополнительные какие-то занятия еще что-то еще потому что дети замыкаются и боятся страх признаться что они там не понимают страх признаться что там потому что они будут ругаться я не знаю мне кажется это из поколения поколение что ли вырабатывается детей страх сказать что я не понимаю или у меня не получается что обязательно не должны кто-то кричать или там наказывать как можно наказывать за это то что ну по сути я вот сегодня до взрослый человек и я понимаю что большинство тех моментов которых нас запугали они сегодня вообще нам не нужны они нам даже не пригождаются в большей степени но страх остается и мы не способны пойти туда куда вообще бы мы хотели бы пойти из-за какого-то страха потому что кто-то над нами посмеется кто-то скажет и ненормальный дебил там тупой или еще какой-то даже учителя же многие даже слова не подбирают как бы ребенку объяснить и настолько я понимаю что может быть такая система у нас несовершенная и учителя тоже уставшие люди там со своими проблемами но я думаю что педагогом быть это должно быть призвание это должно быть призвание и к любому ребенку я думаю с божьей помощью можно найти подход поэтому как бы ну да конечно и мы не можем может быть это изменить куда систему школьного образования как то так повлиять на нее глобально но мы способны сегодня по крайней мере не дать своих детей в обиду и научить их правильно реагировать на любую сложившуюся ситуацию в школе то есть это обязательно чтобы ребенок способен был вам доверить рассказать что случилось и ну и от этого вместе сделать какой-то выход найти поэтому чтобы они не понимали что тупиков нет что всегда есть выход скажи вот эту историю которая произошла перед поступлением Сони по маме Сони ну это то это вообще мне казалось это такое было глубокое освобождение мое личное для ребенка на показательный какой-то пример вот все что связано с Сони тоже в школе мы пережили несколько таких не очень приятных моментов когда ее обвинили там в воровстве потом нашли все-таки кто это делает но перед ней никто не извинился то есть получилось так что ребенок замкнулся и года два она была как-то в такой внутреннем своем мирке переживаний и честно сказать я даже не понимала что делать да учитель классный руководитель у них менялся каждый год потом их класс как бы опять поставили клеймо что это такой самый неудачный класс и вот получается знаете когда мы ставим клеймо определенное да вокруг этого становится как ореол люди даже не зная людей начинают так относиться просто по словам да ну и это вот все так ну тяжело я вообще старалась школу большей степени избегать на тот момент не хотела ни контактируя потому что меня продолжала школа вызывать массу нехороших внутренних переживаний и тут получается так что она пошла то есть это был девятый класс она пошла сдавать экзамены как обычно я всегда я благословляю давай помолимся пусть господь тебе поможет то есть такая молитва минут на десять да мы проговаривали она уходила и тут очередной раз она пошла я помолилась за нее одна была дома и как-то у меня молитва дальше пошла и я начинаю я благословляю то есть у меня знаете так предыстория когда им поступать в школу я честно скажу я молилась и просила бога покажи в какую школу нам пойти и бог мне показал именно эту школу и мы когда пошли думаю да что ж такое господь мне сказал сюда идти а такие проблемы там вот но когда я начала молиться и я такую мне там внутри побуждение буду благословлять начала молиться и представьте у меня внутри вот это вспомнилось то что может быть господь мне сказал сюда идти для того чтобы я ходатайствовала за эту школу молилась ну и перенесла туда божий мир что-то божий порядок и я с таким энтузиазмом начинаю молиться и в этот момент вы не представьте у меня внутри просто такая буря негативных эмоций она просто перехлестнула все мое хорошее вот это вот словесное благословение я как начала кричать да я ненавижу эту школу никакие школы и вообще вы не представляете у меня было такое освобождение так кричала я говорю да это вообще какое-то исчадие ада все эти какая боль жила во мне годами вот эта вся боль начала выплескиваться снаружи то есть я понимаю что это плохо это говорит какие-то такие слова да но это было настоящее то что я чувствовала и воды я может быть покрывала это для того чтобы детям не показать своего негативного отношения к школе я все это вуалировала но настал момент когда это все взорвалось и я начала кричать и я ну когда я прокричалась я успокоилась мне так стало хорошо хорошо я благословила школу и в этот момент ребенок не возвращается с экзамен то есть пока она сдавала экзамены все экзамены я молилась она говорит вам ты что плачешь я молилась за твой экзамен но этот момент был уникальным моего освобождения глубокого освобождения вообще глубочайшего потому что это настолько было много боли все годы моя школа сына школа старшей дочери младшей то есть это все было в одной собрано ну и все как бы так хорошо все кончилось да но потом я смотрю то есть это окончание девятого класса это выпускной до некий дает до 11 еще и смотрю в чате до родительском дорогие родители кто желает на 5 минут на 35 минут сказать слово учителям и я смотрю тишина никто не пишет никто не пишет а у меня внутри иди ты я так удивилась своем отношении раньше даже читать не могла что они там переписка потому что меня все от всего подкидывала и тут я так подождала никто не отвечает я могу и так такая тишина потом такие все радостные спасибо спасибо и я потом написал учительству я вызвалась сказать там слово она спасибо я думаю странно так само что уникальное оказывается я вызвалась не просто с класса со всего потока это было вот и когда я ну я помолилась конечно да я получила духа святого слова я сказала это слово я конечно я понимаю что мне надо и как бы не врать сказать правильно и мудро и ну дух святой дал мне мудрости как все сказать и детям и родителями учителям я сказал это слово самое уникальное что когда это все закончилось аттестат получили и мы захотели идти десятый класс и новая система образование говорит о том что отсев идет очень большой мало кто попадает десятый класс и конечно для нас это был некий стресс и я говорю дочери не переживай пойдем попадем нет пойдем искать другие пути перейдем в другую школу что-то будем делать и мы смотрим как родители с детьми выходят оттуда все заплаканные все там в таком состоянии стресс потому что всем отказывать там была комиссия учителей которая да или нет говорил когда зашли мы и сели из этим поймала таки взгляд они сняты меня смотрят все учителей после моей речи почему-то никто ничего не говорит хотя ну так то они говорили и вот так интересно они друг на друга переглядываются потом сегодня почему ты хочешь пойти в 10 класс ну и она начала говорить ну и нам как бы ну да мы с условием но мы вас возьмем и когда я вышла в особе саж какая победа когда я во-первых когда мы прощаем когда мы освобождаемся да когда мы становимся исцеленными внутри наша боль у нас внутри уже не отзывается и ты идешь туда даже может быть это сердцевина твоей когдашнюю когда-то там старую более сегодня тебя не трогать и ты просто исцеленный в божьем присутствии захочешь и все меняется для нее это конечно было огромное свидетельство и для меня тем более потому что на тот момент я действительно получила откровение исцеление восстановление я поняла что господь нас любит и если мы хотим мы все изменим и я не останавливайтесь ты сегодня боишься идти учиться начинай молиться и господь благословит это сделай шаг веры пусть старые какие-то негативные слова не остановят твое будущее потому что это действительно важно идти божьим путем бог не хочет чтобы мы тормозили тогда бог хочет двигать нас дальше продвигать и развивать нас чтобы наша жизнь ну все-таки была в радость они в какая-то уныние боль и разочарование давайте помолимся вместе если ты нас сможет смотришь слушаешь мы закрой глаза и давайте вместе скажем господь твое святое слово говорит что ты не дал нам духа страха но ты дал нам силу и здравый разум господь я молюсь сегодня чтобы ты дал мне здравый разум чтобы я мог побороть любую ложь страх или беспокойство которые укоренились в моем разуме дай мне твою сверхъестественную силу чтобы противостоять любой лжи врага я благодарю тебя за откровение который дух святой дал мне чтобы разобраться с этими проблемами я провозглашаю во имя иисуса что я свободен от страха и беспокойство по поводу того как работает мой ум я провозглашаю во имя иисуса что мой разум был сотворен бесстрашным и совершенным я способен учиться издавать все экзамены благодаря силе христа который живет внутри меня страх я больше не являюсь твоим партнером я отправляю тебя под ноги иисуса иисус я прошу тебя покажи что ты дал мне вместо страха увидь сейчас может быть он руку протягивает может быть он также как со мной сидит за одной партой и улыбается тебе и запомни пожалуйста что бы ни происходило господь всегда был рядом всегда тебе улыбается и всегда придет на помощь спасибо большое за этот разговор я думаю что он повлияет на многих людей многие мы все заложники системы образования заложники воспитания в наших семьях и все мы волей-неволей сталкивались таки самое важно помнить какой бы мы системе не жили мы внутри способны быть свободными иисусом мы можем вернуться в любую абсолютную ситуацию и изменить ее и уже будучи взрослыми мы реально можем стать другими людьми не теми которыми запланировал дьявол такими как бог а такими как запланировал нас бог